Всем привет, вы на канале Дифи, это новый ролик по игре Драгрейсинг уличной гонки, и нахожусь на аккаунте подписчика, где есть вот такая вот замечательная М3 в кузове Е46, которая находится в сезонном топе. Полный фулл сет, G-Custom, но это ненадолго, так как владелец аккаунта попросил меня перепаковать данный автомобиль и сделать что-то новенькое. Лично мне данная М3 просто запала в душу, полный привод, 4942 лошадиные силы на тонну, полностью вкачана, на сетах, настроена, ну, всё в ней есть, нитро, спецсигналы, топовый винил, топовые номера, и я бы назвал эту машину капиталом Дарвина. Но всё же, это никак не меняет её участие, и сегодня она отправится на перепаковку. Пробег тут 9847 километров, и за такое расстояние, за такой пробег он уже поднадоел владелицу, владелец хочет чего-то новенького, и я согласен с владельцем, что не нужно застаиваться на чём-то одном, нужно постоянно двигаться, постоянно что-то менять, шажок за шажками, двигаться к будущему. Прежде чем пойти перепаковать автомобиль, мне очень интересно на нём проехаться. Насчёт переключений и прогрева мне вообще ничего не известно, буду просто ориентироваться на какие-то собственные ощущения, и посмотрим, что из этого выйдет. Внешне автомобиль выглядит на 10 из 10, и я думаю, вы со мной согласитесь в комментариях. Прогреваем резину, нитро у нас включено, будем переключаться, я думаю, где-то на 280, на 300 километрах в час, жмём газ в пол, старт. Ну, понятное дело, улетаем вперёд, так переключаемся, первую надо было чуть быстрее переключиться, потом попадаю вроде бы в передачи, и проезжаю дистанцию за 8 секунд 24 сотые. Кажется, проехал ужасно и очень плохо, но всё равно результат впечатляет. Время очень хорошее, вот даже несмотря на то, что я неправильно переключился, а машина всё равно показала хорошее время. Ладно, пошлите перепакуем эту ДВС-ку, но для этого, скорее всего, нам нужно изменить автомобиль. Делаем вот так, хлац влево, и перемещаемся на замечательный ЦЛС. Он у нас тоже на сетах, видимо, на спецсигналах, но явно ещё не полностью сделан. Давайте посмотрим, что по чертежам ради интереса, и видим, что по чертежам он полностью прокачан, но сета тут никакого нету, и вообще им не пахнет. Разные сет детали набросаны, и вроде бы слаживается впечатление, что автомобиль сетовый, но нет. Как оказалось, самый обычный ФТ-проект. Ладно, заходим в автосервис и перепаковываем М3. Делать это, если честно, как-то очень больно, хоть это не мой аккаунт, но всё же мне очень понравился этот автомобиль, и за это я респектую владельца аккаунта. И вообще, спасибо ему за такую возможность снять для вас такой вот интересный ролик. Если вы вдруг там прослушали, то сейчас вот все эти детали, которые мы сейчас получим после перепаковки, пойдут в создание нового проекта, который будет полностью фуллсетовый, полностью вкачанный, и который мы сегодня настроим. Ладно, давайте перепаковывать. Ресурсов мы сейчас получим уйма, и всё, что нужно сделать, нажать вот эту кнопочку ОК, и тянуть не буду, как бы больно не было, но вот М-ка перепакована. Выходим в главное меню, и сейчас вы увидите машину, которая заполучит все вот эти сетовые детали. Можете поставить ролик на паузу и в комментах написать ваши догадки, что это за автомобиль. Я умышленно его не буду ставить на превьюшку, и в ролике вы его ещё не видели. Так что ставьте на паузу, пишите догадки. Я думаю, вы уже написали, но перед прокачкой хочу зайти в турнирный список и показать вам, что данный автомобиль действительно занимает сезонный топ. Сейчас он находится на 23-м месте, хотя совсем недавно был на первом, но чуть-чуть там список подкорректировался. Но тем не менее, быть на 23-м месте в сезонном топе – это очень круто. Это Бэхи Респект, к ней мы ещё вернёмся, а сейчас тот автомобиль, ради которого мы тут сегодня собрались. Это Ламборгини Хуракан Спайдера. Здесь уже произведён свап в джи-уличной с мотором от Хуракана, то есть Хуракан с мотором от Хуракана. Вроде бы ничего не изменилось, можно считать, что обычный сток, но свап немножко поправил характеристики кузова, и они сейчас, наверное, даже чуть-чуть лучше, нежели в стоке. И сейчас, после свапа, нужно ещё произвести одну махинацию – сбалансировать данный автомобиль. Балансировку поставлю 70 на 30, то есть на заднюю ось будет 70, на переднюю – 30. И мы можем приступать к сборке. Такое удовольствие стоит 200 коронок, они у нас как раз есть, так что сбалансировали мы автомобиль, и теперь мы можем приступать к его прокачке и сборке. Не вижу смысла запоминать стоковые характеристики, так как результат вы увидите невооружённым взглядом, и я предлагаю начинать всё-таки прокачку. Захожу в двигатель и начну я с коробки. Коробка четырёхступенчатая, распаковываем. Дальше. Пневмошифтера PRO тоже распаковываем. На данный автомобиль нам нужен дифференциал, так как у нас тут полный привод. Устанавливаем дифференциал. Дальше. Прокачиваем каждую ячейку в двигателе поочерёдно. Это, кстати, одно из самых приятных занятий, что можно здесь придумать в двигателе. Очень прикольно тыкать и смотреть, как прибавляются лошадки, особенно когда у тебя есть ресурсы. Устанавливаем сет деталей. Не знаю, вот в чипе я сейчас промахнулся или не промахнулся. Можно было поставить обычный чип, но я поставил чип сета реки Чародеев. Хотя сет на данный автомобиль у нас для старого леса. Вот этот поступок, не знаю, оправдан был или не оправдан. Можете об этом написать в комментах, правильно ли я сделал. А я продолжаю прокачку и установку деталей. Но не сет, потому что на эти детали нету сетов. Так что я распаковываю и устанавливаю обычные детали. И потом мы двигаемся дальше прокачивать следующие параметры. Я думаю, следующий параметр, который мы прокачаем, это будет турбо. И пойдём вот так вот постепенно. Так, двигатель собран. На автомобиле сейчас 744 лошадиные силы на тонну. И это только после прокачки двигателя. Идём дальше. Собираем турбо, начинаем с воздушного фильтра. Первая деталь старого леса установлена. И сейчас мы установим следующие детали. Визгейт, турбинки, впуск, интеркулер. И для первой стадии старого леса нам нужно установить 7 деталей. Ну, как раз вот сейчас мы соберём первую стадию только за счёт того, что соберём ячейку турбо. Помимо всего этого, мы сейчас установим Nitro Oxygen System, баллон с Nitro. И вот, если задуматься, мы собрали лишь двигатель, собрали турбо. Конечно же, свапнули автомобиль, но он был до нас свапнут. Вот сколько нам нужно было бы баксов, чтобы это всё провернуть, если бы у нас не было этих деталей? Очень много. Один баллон вышел бы 1020 баксов. Помимо этого, нужно прокачать двигатель, это ещё пару тысяч баксов. Поставить на него детали, это тоже пару тысяч баксов. Выбить или скрафтить с этой детали для турбо, это тоже вывелось бы 1020 баксов. И это всего лишь вот две ячейки. Это я не беру в расчёты. Затраты на свап, на покупку кузова от Хуракана, на покупку двигателя от Хуракана. Очень дорогой проект, даже страшно представить, сколько затрачено будет сегодня ресурсов. К слову, я уже собрал выхлоп, и у нас сейчас вторая стадия сетов. Сейчас мы установим ещё одну деталь, и уже будет третья стадия. Ну и вот она, 14 деталей мы уже установили с сета Старый лес. Двигаемся дальше. Дальше я предлагаю прокачать кузов. К подвеске мы ещё вернёмся. Я установил лишь диски и покрышки, и то это чисто для картинки, чтобы вам было приятнее смотреть. Так, сейчас я накидываю ещё сетовые детали для кузова. Капот, крышу, багажник, кузов. Установлю антикрыло, и поставим на данный автомобиль обязательно растяжки, так как автомобиль у нас сейчас полноприводный. Насчёт спойлера, я думаю, его можно скрыть. Мне кажется, без спойлера данный автомобиль смотрится, что ли, лучше. Напишите своё мнение в комментах, нужен ли данному автомобилю спойлер. Ну и последняя деталь, которую мы устанавливаем в кузове, это кузов. Обвесы я не трогаю, потому что мне нравится Huracan вот на сток обвеса. Нужно ещё установить две детали, у нас будет четвёртая стадия сета. Ну а пока я зашёл в стайлинг, чтобы установить спецсигнал, ну я думаю, во-первых, он не станет на данный автомобиль, потому что у нас нет крыши. И да, он действительно не подходит для данного авто. И это, кстати, даже хорошо, потому что у меня были сомнения, ставить его или нет. А теперь никаких сомнений нет. В стайлинге ещё устанавливаем проектор Ведьмин Дон. Честно, я не выкупаю прикола проектора, что, зачем. Это лишняя деталь, по сути, лично для меня. Ну, я не выкупаю. В комментах можете написать свою точку зрения. Но у нас, тем не менее, практически всё собрано. 1614 лошадиных сил на Тону сейчас имеется на автомобиле, и осталась лишь подвеска. Собираем. Ставим пневму, ставим тормозные колодки, тормозные диски, стойки и пружинки. И таким образом мы соберём полностью автомобиль на фулл сете. Кстати, играю в УГ 5 лет, и у меня нет ещё ни одного автомобиля, на котором есть хотя бы одна сет-деталь. И в ближайшее время я хочу это исправить. Сейчас я присматриваюсь к различным территориям, на которых можно собирать машину на турбосетах. В комментах можете посоветовать, какой сет собирать. Если что, я присматриваюсь к городу зелёных книг или же к старому лесу. Но, возможно, вы меня в комментах переубедите и посоветуете какой-то получше сет. Я не против. Ну и что ж, осталась последняя деталька, и мы соберём данную ламбу. И вот, всё, полная стадия сета собрана. Ламборгулик у нас сейчас имеет 1698 лошадиных сил на Тонну. И я предлагаю сделать следующее. Настроить немножко сейчас подвеску, чтобы картинка была повкуснее. После чего отправиться, прокачать автомобиль чертежами, вернуться в тюнинг, настроить ламбу. И посмотреть, что эта ламба себя представляет на треке. Сделать просто заезд, так сказать, на время. По подвеске. Подвеску пока что настраиваю чисто, визуально. Нужно делать заезды и смотреть, приподнимать, приопускать её. Без доездов нам не обойтись. Пока что чисто для визуалки, но мне кажется, в целом я сильно не прогадаю. И если её придётся менять, то её придётся изменить совсем чуть-чуть. Тест подвески нормальный, вроде бы вышел. Чертить нигде не должно, тереть тоже. Так что мы приступаем к прокачке автомобиля чертежами. Процесс интересный, но я его ускорю. Честно, процесс очень приятный. Ты, конечно, деталь, улучшаешь её, у тебя прибавляются лошадки, за этим очень классно наблюдать. Но приятно это делать, когда у тебя есть все чертежи, а не когда тебе приходится решать, что прокачать. Но так как у меня были все чертежи, я просто получал удовольствие от данного процесса. И после прокачки чертежами у меня вышел плюс-минус такой вот результат. 2010 лошадиных сил на тонну. Но сейчас это количество ещё умножится раза в два после небольшой настройки. Заходим в тюнинг и начнём поочерёдно. Начнём мы с чипа. Тут нужно настроить угол опережения зажигания. Напомню, в чём заключается суть. Вам нужно найти тот угол опережения зажигания, при котором у вас будет максимальное количество лошадиных сил на тонну, но при этом будет минимальное количество пропусков и детонаций. В 100 раза нужно сделать так, чтобы этих пропусков и детонаций не было вообще. Так как у меня есть автомобиль в G-классе, я знаю, что угол опережения для G-класса должно быть 1 градус 18 минут. Конечно, можно его сделать ещё меньшим и добиться ещё большего количества лошадиных сил на тонну, но при этом мы получим очень проблемный двигатель. Потому что детонацией будет море, и если бы у нас в игре ещё был износ, то после каждого заезда мы бы отправлялись сразу же в сервис. Двигатель бы работал очень некорректно, результат был бы постоянно разным и непостоянным. Но вот, чтобы наглядно это вам показать, я сейчас сохраняю угол опережения зажигания 1 градус 2 минуты, это тот угол, при котором максимальное количество лошадок, и наблюдайте, сколько пропусков и детонаций делает наш двигатель. На график смотреть даже не буду, не вижу в этом смысла. Явно стабильной работы двигателя мы ожидать не будем. Так что я ставлю угол опережения зажигания на известный мне градус, и смотрю, что из этого выйдет. Уменьшаем угол опережения зажигания до 1 градуса 18 минут, и делаем тест. Видим по тесту, что у нас есть по-прежнему пропуски, есть по-прежнему детонации, и их нужно убирать. Чтобы их убрать, мы воспользуемся ползунком диапазон оборотов, поставим плюс-минус где-то на 4600, пусть будет 85, сохраняем и делаем ещё раз тест, и смотрим, что у нас сейчас видно. Видно, что детонации пропали вообще, и это очень нехорошо, но пропусков в двигателе ещё по-прежнему море. По графику видим, что двигатель работает очень нестабильно, так что мы сейчас простым способом потыкаем ещё вправо в левый угол опережения зажигания, и посмотрим, что от этого изменится. Уменьшится ли количество пропусков. Делаем тест, и видим, что тест уже вроде бы лучше, и мы пока что остановимся вот на полученном результате, потому что G-класс это капризный класс в настройке, и я просто переключаю своё внимание на КПП. КПП я ставлю тоже плюс-минус на класс, КПП я ставлю со своего ПЖО 406. ПЖО у меня настроено на двигатель от Вайпера, думаю, так делать нельзя, но на результат это тоже сильно не повлияет, так что КПП я ставлю со своего ПЖО 406. Я не скажу, что это какая-то топ настройка, но в целом она неплохая, и для данного автомобиля в самый раз. После того, как мы уже всё настроим, покатаем, можно будет уже что-то менять, что-то подкручивать, и добиваться максимального результата. Пока что и так сойдёт. Следующая, подвеска. Для её настройки нужно делать заезды, и смотреть, как меняется результат после каких-то изменений. Так что подвеску мы тоже пока что не трогаем. Вот на глаз настроили, и двигаемся дальше. Антикрыло у нас уже настроено. Давление в шинах настраиваем. Чем меньше у нас давление в шинах, тем больше у нас зацеп. Стараемся сделать в переднем колесе чуть больше давления, чтобы оно у нас было ведущим колесом. Давление в шинах тоже нужно настраивать, и смотреть по результатам каждого заезда. Так что мы пока что это всё делаем на глаз. Вот всё примерно. Следующее, что я настрою, это будет диностенд. Нажимаю общий тест. Жму педальку, чтобы у нас отобразился график. Теперь вот выхожу и настраиваю. Красную стрелку нам нужно поставить на спад оборотов. Её можно поставить чуть левее, но я поставлю вот прям на конец графика. Но мотор от Huracan'a выдает ещё большее значение в 10719 оборотов на минуту. Но мы ориентируемся на график и ставим вот на конец графика, ноу-пад, вот так вот стрелочку. Дальше настраиваем нитро, ставим его на 1500 оборотов, чтобы оно сразу подхватывало, сразу срабатывало. Зелёную стрелочку ставлю на пересечение, а могу даже чуть её так вправо сместить, потому что она может ещё стоять на пике. И жёлтую подвигаем максимально впритык. После чего включаю Launch Control и сохраняю то, что я вот тут настроил. Теперь осталось настроить лишь регулировку надува. Жёсткость пружинки я попробую поставить на 100%. Сделал тест и посмотрю, будет ли у нас перейду. Надеюсь, нет, но сейчас посмотрим. Пока что не должно быть. Он может появиться, когда мы будем настраивать баллон с нитро. И да, сейчас никакого передува нет. Жёсткость пружинки 100% на данный момент нам подходит. Значит, мы сохраняем полученный нами результат. И после вот сохранения нам должно прибавиться ещё пару лошадиных сил. Ну вот, 4365 лошадок сейчас на тонну. Солидно. Дальше, что настраиваю нитро. Крутим полностью вот этот вот вертель до максимума, на максимуму открываем. И сохраняем. И так же самое делаем тест. Смотрим, что у нас выходит. Есть ли у нас передув. Видим на графике, как нитро подхватывает. И турбинка быстрее раздувается. Но всё равно никакого передува у нас нет. И это отлично. Получается, после настройки у нас на борту уже 4819 лошадиных сил на тонну. Я думаю, что это значение можно ещё увеличить за счёт настройки угла опережения зажигания. Его нужно ещё тоже покрутить, как и ГПП, как и подвеску, как и давление в шинах. Но это потом. Пока что вот результат, который мы имеем. Думаю, этот результат достоин вашего лайка. Так что, если вы этого ещё не сделали, можете это прямо сейчас сделать. Также напомню, что в описании под роликом есть ссылка на мои социальные сети. Ну и если у вас есть желание поддержать канал Монеткой, вы можете стать его сопонсором по ссылке в описании. Что ж, делаем заезд. Прогреваем резину. Включаем нитро. И пробуем заехать. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, смогу ли я переключиться правильно или не смогу. И пока что видим, что у нас зацепа не хватает. Значит, нужно настраивать давление в шинах. Но, тем не менее, машина очень хорошо едет. И мы проезжаем эту дистанцию за 8 секунд 16 сотых. Это время точно лучше, нежели то время, на которое я проезжал эту дистанцию на BMW M3 E46. Но это время ещё не идеал. Его ещё можно будет улучшить. И владелец аккаунта, я думаю, это обязательно сделает. В общем, ждите данную ламбу в топах. Я думаю, в скором времени она там появится. Ну, а мы двигаемся дальше в город, в ГАИ. И просто перекинем номера с Бэхи на ламбу. На Бэхи номера стоят неплохие. Они мне тоже понравились. Вроде бы комбинация ничем не примечательная, но неплохая. Вот, в общем, финальный результат. Но, прежде чем закончить эту серию, я не могу оставить Бэху просто так. Я хочу на неё хотя бы накинуть обвесы. Так сказать, проявить к ней уважение. Ведь она провела какую-то часть времени с владельцем. Оставил какой-то отпечаток на данном аккаунте. Попал, так сказать, в его историю. И, честно, не хотелось бы, чтобы эта BMW отправилась к скупщику. Поэтому я бы лично её просто оставил в гараже, как память, чтобы, да, у меня был такой вот автомобиль. Но посмотрим, что там владелец решит. К слову, благодаря ресурсам данной BMW мы смогли сегодня создать вот такой вот проект в виде Хуракана в Хуракане. И до меня только сейчас дошло, что это далеко не G-Custom. Это у нас G-Уличный. И это, наверное, первый автомобиль, который я сделал в уличном G-классе. Ну, в общем, такая вот история получилась. Ещё раз спасибо владельцу аккаунту за предоставленную возможность покататься на BMW, которая находится в сезонном топе, после чего перепаковать, сделать новый проект. Пишите в комментах, как вам данная ламба, чтобы вы выбрали ламбу в G-Уличном или BMW M3 E46 в G-Custom. Ну и ещё раз попрошу вас поставить ролику лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны. Ну и с вами был, как всегда, Дифи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.